Эта иномарка заняла явно не свое парковочное место. Сегодня утром на Обуховском проезде должны были начаться ремонтные работы. Энергетики планировали вскрыть асфальт и устранить прорыв. Место подготовили за несколько дней до начала работ и установили ограничивающие барьеры. А сегодня рабочих ждал неприятный сюрприз. Рабочее место подготовлено, огорожено, но один из автолюбителей припарковал свой автомобиль, вопреки знакам предупреждающим, что будут проводиться работы, и не оставил ни номера телефона, обратной связи сигнализации не имеет. Юрист федеральной экспертной службы Андрей Авдошин говорит, что этот случай действительно неординарный. Здесь каждый прав по-своему. Ленту автолюбитель мог и не срывать, ограждение не заметить. Тем более правила дорожного движения и парковки он не нарушал. Право и коммунальщики, которым необходимо сделать ремонт. Они могут эвакуировать транспортные средства, естественно, если данные меры носят неотложный характер. Но в то же время интересы хозяина не должны каким-либо образом пострадать. То есть, соответственно, если он не может быть уведомлен надлежащим образом, то значит он не должен нести какие-то дополнительные расходы с этим. Несколько лет назад в Саратове действовала другая практика. Автолюбители заранее информировали о коммунальных работах временными запрещающими знаками. За несколько часов конструкцию устанавливали на нужном участке. Брошенные автомобили на дорогах Саратова не только мешают спецтехнике, но и портят облик улиц. К такому выводу пришли местные общественники. В прошлом году они организовали даже специальный рейд и уже предлагали решение проблемы. Если собственник не установлен, то будут проводиться мероприятия по обращению данного имущества в муниципальную собственность. Если собственник установлен, там другой порядок, который предусматривает как раз обращение в суд. В таких случаях сотрудники полиции и коммунальщики просят автолюбителей не парковаться там, где будут проходить коммунальные работы. Ну или на крайний случай оставить свой номер телефона под лововым стеклом для того, чтобы можно было связаться с водителем. Павел Фитилев, Александр Кравченко, новости Телеобъектив.